всем привет дорогие друзья сегодня 31 августа первые четырех праздничных дней в турции праздники у нас было 31 1 2 и 3 числа может быть еще и 4 отдохнем но сегодня мы планировали ехать в седе и в манавгат не поехали потому что ночью соседнем доме какие-то очень бурные туристы решили и за отпраздновать может быть свои каникул в общем не знаю не очень долго шумели пели песни и никто кроме полиции их не смог успокоить весь район наверное лег спать в три-четыре ночи поэтому мы сегодня не поехали были очень уставши завтра взять на пей ну а сейчас айхан уже готовит мопед а сейчас мы едем на конную ферму мы там еще не были ни разу проезжали мимо когда ехали на оба чай а сейчас мы поедем и посмотрим на лошадок и приглашаем вас вместе с нами чтобы попасть на лошадиную ферму нужно доехать до супермаркета метро и после метро повернуть на втором повороте и далее уже по дороге ехать наверно может быть километр-два и тогда вы увидите лошадиную ферму здесь также построили новый государственный госпиталь новую государственную больницу вот так вот она выглядит скоро начнет свою работу и находится прям за магазином метро на втором повороте после магазина метро мы уже доехали до лошадиной фермы вот вы видите я никогда здесь не было поэтому даже не знаю что там и как может быть она даже сегодня закрыта но ехать от магазина метро примерно километра три и по дороге вы увидите вот такой вот красивый парк мостики перекинуты через речку и тогда поймете что это есть лошадина ферма но сейчас давайте пойдем посмотрим что что там вообще есть интересного вот такая вот здесь красивая речка это не оба чай какая-то другая другая речка или ручей не знаю но сейчас идем на ферму вот такая вот здесь еще есть красивая собака 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 смотрите какой это лабрадор наверно да друзья это лошадиная ферма была открыта совершенно недавно и мы поговорили с владелицей девушка из швеции все лошади которые здесь есть она спасла от плохих хозяев них проводит здесь заботиться об этих лошадях и проводит здесь уроки обучения катанию на лошадях и просто знакомить людей с лошадьми и с тем какие необыкновенные они существа как я уже сказала всех лошадей она спасла из плохих рук и буквально сейчас пришли посетители которые мама с маленькой девушкой которые будут обучаться катанию на лошадях очень позитивная здесь атмосфера все лошадки очень добрые есть куры собачки маленький щеночек поэтому если вы захотите более подробное видео я уже сниму воскресенье когда здесь будет много народу ну а на сегодня мне показали всех лошадок и ждите уже новое видео когда мы снимем как обучают непосредственно катанию на лошадях и тогда я уже смогу показать вам всех лошадей сделаем это в ближайшем будущем здесь также есть вот такой вот ослик но она боится идти на прогулку с лошадками в горы еще здесь ходят курочки друзья лошадки отправляются на прогулку друзья вот такая вот здесь интересная ферма сегодня сняла только то что разрешила хозяйка ну а ближайшее время воскресенье мы придем и уже покатаемся на лошадях где находится эта ферма лошадиная смотрите в описании к этому видео ну а мы едем дальше покупать новые вещи на байрам чуть позже расскажу почему на байрам турции надевают только новые вещи мы уже приехали в магазин одежды как я вам говорила в турции принято на байрам на первый день байрама надевать новую одежду и идут в мечеть и далее уже праздновать вместе с семьей и со знакомыми мы пришли купить что-нибудь красивое и сейчас уже начались скидки поэтому поедем наверх мы сейчас в магазине котон на самый верх поедем посмотрим найдем мы что-нибудь или нет сегодня наше приключение закончить завтра мы едем на авганце ставьте пальчики вверх подписывайтесь на наш канал всем хороших праздников кто празднует комментируйте обязательно но на байрама да а вам всего хорошего и до новых видео всем пока пока друзья еще перед байрамом в центре городов в центре вот такие вот распродажи где можно все купить очень дешево мы купили зимние кофты по 10 лир всего конечно качество вещей оставлять желать лучшего но все можно купить очень дешево по 5 по 10 лир поэтому когда вы бываете в турции наборами обозвать обязательно приходите на вечерний рынок перед первым днем байрама и вот вы видите рынок рынок выглядит вот так можно купить сумки обувь футболки кофты в общем народу очень много поэтому обязательно приходите на этот рынок но как я уже сказала бывает он всего два раза в год перед первым днем байрама